Добрый день, друзья! В студии Рама Андаров. Это новости на УниверТВ. Давайте вместе окунемся в студенческие будни. В Казани прошел российский венчурный форум. На пиаримся состоялся образовательный форум Russian PR Week. В УниверТВ представили галоконцерт студенческой весны Казанского федерального университета. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафоровым прибыла в Японию по приглашению руководства компании YTC. Между КФУ и компанией YTC корпорации Язаки состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере совместных исследований. Документ подразумевает дальнейшую работу совместного проекта по разделению металлических и полупроводниковых углеводородных нанотрубок для разработки новых методов производства этих перспективных материалов. К другим новостям. В Казани состоялось крупнейшее мероприятие венчурного рынка. Российский венчурный форум. Более 50 компаний презентуют свои уникальные проекты, в том числе и Казанский федеральный университет. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. Девятнадцатого апреля в Казани состоялся российский венчурный форум «Центральное событие венчурной индустрии страны». Российский венчурный форум стоит из двух блогов. Экспедиционного, в рамках которого проходила презентация инновационных проектов и конгрессного. Более 50 компаний презентовали уникальные проекты. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан и советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Ежегодный Казанский федеральный университет представляет свои разработки на российском венчурном форуме. В этом году был сделан особый акцент на нефтедобыча. Михаил Алексеевич, не могли бы Вы рассказать о том, какие разработки представлены в МАМИ году? Сегодня мы представляем здесь разработки, связанные с добычей тяжелых нефтей. Нашим университетом, большой командой исследователей, создается новая концепция в нефтедобывающей сфере. Это концепция подземной нефтепеработки. Это когда мы уже в власти можем из тяжелой нефти получить легкую и добыть ее в более высоком качестве и в большем объеме. Мероприятие за год до своего существования стало уникальной для России площадкой содержательной дискуссии, местом встречи экспертов российского международного рынка венчурных инвестиций, которые задают направление развития высокотехнологического сектора страны. Учитывая небывалые темпы, которые технологический прогресс достиг в 21 веке, важно уделять внимание поддержке и совершенствованию компетенций и сегодняшних профессионалов. Это большая возможность, чтобы нам понять, навести правильно фокус на то, что мы делаем, чем мы занимаемся, чтобы понять современные тренды и отношение к тем разработкам и тому пути, который мы делаем, который мы совершаем. За последние 10 лет местное венчурное мероприятие переросло в мероприятия всероссийского и даже международного масштаба. Традиционно предприниматели, авторы проектов смогут представить свои идеи наиболее успешным представителям российского венчурного бизнеса. Диана Шиловальна, Азолий Сяров, Универньюз. Модное слово пиар давно уже на слуху у каждого. Обо всех тонкостях работы специалистов в области рекламы и пиар рассказывали на образовательном форуме Russian PR Week, где и побывал наш корреспондент Анна Глазунова. Главный ответ на вопрос, пиарщик или не пиарщик, смогут себе дать студенты различных университетов России. Конечно же, после посещения образовательного форума Russian PR Week. В этом году состоится уже пятый юбилейный форум. Я каждый год принимаю участие, начиная с первого курса, потому что интересно. Каждый год интересные спикеры приезжают. В университете у нас практики тоже немало, но здесь чисто практика и кейсы рассказываются, поэтому это намного интереснее. Жду в первую очередь много интересного и полезного, много полезной информации для себя, которую я, наверное, смогу как-то применить в будущем. На площадке форума собралось более 400 студентов и молодых специалистов со всех уголков страны. Своими секретами успеха с участниками делятся ведущие специалисты из области пиар, рекламы и маркетинга. В программу форума включены не только выступления спикеров, но и тематические воркшопы, на которых участники смогут отработать свои навыки, решая кейсы от компаний-партнеров. На этих воркшопах просто мы зовем казанских именно спикеров, ну то есть казанских агентств. Это мы отдаем дань Казани как городу, в котором зародился бренд Russian PR Week. На мастер-классах они будут взаимодействовать со спикером напрямую. То есть чем меньше людей, тем больше процесс взаимодействия происходит между тем, кто говорит и между тем, кто слушает. Каждый день форума будет соответствовать определенной тематике. Всего их четыре. Бизнес, спорт, медиа и личность. Помимо образовательной части в программу форума включены и развлекательные мероприятия. В первый день состоится фирменная вечеринка на пиаримся, а специально для иногородних студентов организаторы проведут увлекательную экскурсию по городу Казани. Участников ждут насыщенные дни. Свою работу форум завершит 22 апреля. Анна Глазунова, Дмитрий Варламов, Универньюз. А теперь коротко о последних событиях Казанского федерального университета. 19 апреля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся мастер-класс генерального продюсера спортивного телеканала Матч ТВ. Журналистки и телеведущие Тины Канделаки. Встреча со студентами пройдет в формате живого диалога. Тина Канделаки уже посещала КФУ в 2017 году. Тогда на встрече со студентами она рассказала о киберспорте и контенте будущего. Подробнее об этом мероприятии мы расскажем в следующем выпуске. На юридическом факультете Казанского федерального университета состоялся международный научно-практический круглый стол, на котором обсудили практику адаптации мигрантов в сегодняшнем обществе на примере Европейского союза и России. Как отметили участники мероприятия, проблема адаптации является одной из наиболее важных областей изучения. Насколько реально обеспечить льготами мигрантов в принимающем обществе? Может ли Россия использовать опыт Европейского союза в области адаптационной политики? Эти и другие вопросы обсуждались участниками научного международного мероприятия. Сирийские студенты Казанского федерального университета организовали встречу «Сирия. Мы с тобой». Вместе с проректором по внешним связям Ленаром Латыповым участники встречи обсудили текущую ситуацию в Сирии, политические конфликты вокруг государства и возможные пути решения. В Казанском федеральном университете прошел седьмой международный хлебниковский фестиваль «Ладомир». На мероприятии собрались поэты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Они выступили с поэтическими произведениями для зрителей в Музее истории Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Аделя Шамилова, Альбина Нуриева, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Музыка, танцы, радость и настоящие эмоции – все это было на галоконцерте студенческой весны КФУ. Телеканал «Универ ТВ» показывал это грандиозное событие в прямом эфире. Но все, что было за кулисами, мы расскажем прямо сейчас. Добрый вечер, дорогие жители города Крафтвиль! Мое имя Томас Лайт. И сегодня я покажу вам свое представление. Вот и отгремел очередной фестиваль «Суденческая весна» в Казанском федеральном университете. Позади месяцы усердных репетиций, и вот участники представили нас у зрителей и жюри по-своему яркие и не похожие друг на друга номера. Воздушные гимнасты, блестящая хореография, сильные голоса и хорошее техническое оснащение всего представления – Казанский университет доказал, что может поставить шоу такого высокого уровня и что на сцене «Уникса» возможно все. Шанс попасть на сцену «Уникса» достался далеко не всем институтам, и борьба за право выступать на галоконцерте в последние месяцы была активной. В основу концерта был положен сюжет из популярного сейчас фильма «Величайший шоумен», героем которого является реальный человек Финниес Барнум. А в сюжете «Судвестны» это Томас Лайт, который так же, как и Барнум, желает успеха и славы. Организаторы постарались сделать так, чтобы эта история смотрелась органично и вписалась в тему «Судвестны КФУ». По решению судей, первое место в малой группе институтов Казанского федерального университета занял Химический институт имени Бутлерова, средний – институт вычислительной математики и информационных технологий, а в большой группе институтов первое место занял Институт управления экономики и финансов. Здесь есть победители, но нет проигравших, потому что в творчестве проиграть невозможно. Вы все талантливые, креативные и для нас вы самые лучшие. Гран-при фестиваля «Студенческая весна-2018» получил Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Гран-при фестиваля «Студенческая весна-2018» занял Институт филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. Ваши бурные овации Институту филологии и межкультурных коммуникаций. Во время представления телеканал Универ ТВ вел прямую трансляцию Альбина Нуреева, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Это были новости на Универ ТВ. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. Всем до скорых встреч.